От матроса Северодвинской флотилии до адмирала Советского флота. 24 июля отмечают 115-летие со дня рождения Николая Кузнецова. Он остался в истории талантливым военным начальником и человеком настоящего мужества. Накануне юбилея Николая Герасимовича Кузнецова мы с вами собрались здесь, чтобы вспомнить основные вихи и биографии, все, что связано с его деятельностью. Накануне памятной даты в Десногорской библиотеке 2-го микрорайона прошла военно-научная конференция. Участниками стали представители администрации города, ветеранских организаций и неравнодушные граждане. Самое главное в нашей жизни – это память. Но жизнь продолжается. Собравшись, обсудили вклад Николая Кузнецова в развитие военно-морского флота и создание морских стратегических сил государства. К нам моряки влились чуть-чуть больше, чем все остальные. Мы начинали с фронтовиков, потом вооруженные силы и так далее. И когда появились моряки, честное слово, у нас появилось снова какое-то дыхание. Посетителям конференции показали материалы о жизненном пути Николая Кузнецова. Военачальник знаменит в том числе и тем, что фактически спас моряков и флот в первые дни Великой Отечественной войны. В 23.00, 21 июня, после предупреждения наркома обороны маршала Тимошенко о возможном нападении фашистов, Николай Кузнецов объявил флотам оперативную готовность номер один. Благодаря этому военно-морские силы в 3 часа 15 минут встретили атаки врага огнем. За эти и другие заслуги перед Родиной в 1955 году Николаю Кузнецову было присвоено звание адмирала флота Советского Союза. Военачальник прожил до 70 лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Алекс Ловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.